Целомудрие Я не допускаю никакой грязи. Я верю в них свято. И я на самом деле созидаю их. Я не ожидаю ничего. Вы можете многие сказать, что я была целомудренная. Ничего хорошего из этого не получилось. Для этого мы должны с вами принять один постулат. Вот. Жизнь математически точна. Мы с вами ничего не получаем. То, что с тобой не произошло, с тобой никогда и не должно было произойти. Но то, что с тобой должно произойти, ты никак не сможешь этому противостоять. То есть есть судьба у человека. И когда у нас есть доверие Богу, я понимаю, что все, что входит в мою судьбу, оно меня созидает. Если я так смотрю. Потому что оно может разрушать, но это мой выбор. Не даются испытания не потому, что человек может переварить. Как я помню, я как-то читала Библию, и вдруг я поняла, а я бы никогда своего сына не отдала, вот так, как Абрама. Ну, не отдала. И думаю, зачем неверующий человек? Я пошла к священнику. И говорю, я хочу покраиваться. Я бы своего сына в жизни не отдала. А он говорит, а вас никто не просит. Я говорю, нет, ну я просто представляю себя на месте Абрама. А он говорит, а вы не на месте Абрама. То есть вот все, что войдет в мою жизнь, оно обязательно должно будет войти в нее. И измены, и испытания, и потери. Все, все, все в этой жизни предопределено. Вы знаете, как я часто спрашиваю людей. Ведь каждый из нас утром никто не просыпается и не думает, по скандалю сегодня. Попадут ногу, попадут в машину, не знаю, заболеют. Никто не планирует. Все планируют счастье. Откуда берутся несчастья? Счастье и несчастье, говорится в Бхагавадгите, они приходят, как зима и лето. Это как смена времен года. Для чего? Для того, чтобы понять, ты какой на самом деле. Что с тобой происходит? И вот, когда мы с вами становимся лучше от всех испытаний жизни, это означает, что мы, действительно, мы как личности становимся лучше. Поэтому целомудрие женщины откуда должно идти? Женский ум, он очень нестабильный. Он очень такой, знаете, двойственный. Он постоянно говорится, что женщина, она одновременно чувствует и думает. Вот так. Мужчина либо чувствует, либо думает. А женщина, она вот так. Вроде бы хорошо, да? Но попробуйте принять такое решение в таком состоянии. То есть так, то так, то так. Да? И поэтому целомудрие, это когда женщина с одним мужчиной, она вот так думает. А представьте, у нее теперь она одвух думает. А теперь она вообще думает, вот, не знаю, вообще, вот муж у меня позорный, а тут ничего, вот это не ходит. То есть что с ее умом становится? Когда у женщины взвинченный ум, это видно по лицу. Вся красота у женщины уходит. Видели таких женщин? Не, не слухого лица. Легкие. Кто вдохновится на такую женщину? Объясните мне. Я часто женщин в зеркало подношу, говорю, вам как нравится? Она говорит, не очень. Я говорю, а ты ему не учишь? Тогда женщина другую раскраску делает. Почему-то она думает, что надо как-то покраситься, чтобы такое с лицом сделать. Ну, да. Женская красота, она струится из глаз. И через улыбку. Вот через это умиротворение, успокоение, взгляд вот этот женский. Необычный взгляд. Через голос, через все это струится красота. Да, нет. Увенцедепune. М-м. М-м-м. Субтитры создавал DimaTorzok